Толщина снега, рельеф горных склонов, перепады на местности и даже периодичность осадков зимой. Этих французов интересуют любые климатические подробности. При создании курортов с нуля каждая мелочь играет огромную роль, объясняет Ромен Топ. Он вместе со своими коллегами уже работал над горнолыжными курортами в Куршевеле, Шамане и Вальторансе. Теперь французы присматриваются и к Абширонскому Лаганаке. «Пейзаж немного напоминает Альпы, но здесь более дикие места, и это наоборот привлекает внимание. Здесь большой потенциал не только для развития горнолыжного спорта, но и других видов туристической деятельности». Горнолыжка – всего лишь часть планируемого курорта. Местность изучали по снимкам со спутников и пришли к выводу, что территория отлично подходит для круглогодичного курорта. Кстати, Лаганаке в этом вопросе обошло архысы Белокуриху в Алтайском крае, которые тоже были интересны французам. «Их конек, скажем так, это всесезонность, то есть они заинтересованы, если они будут участвовать в данном проекте. Они хотят курорты развивать всесторонне. Это и природные особенности всевозможные, то есть гроты, природные достопримечательности, скалолазы, в том числе, кстати, у них очень сильное это направление». Сейчас гостиницы и базы отдыха в Лаганаке могут одновременно принять полторы тысячи человек. Основное развлечение зимой – катание на лыжах, сноубордах и санках. Тех, кто сам ездить не любит, возят на собачьих упряжках. Пока это весь зимний досуг. Лаганаке – отличное место для тех, кто только делает первые шаги по снегу. Здесь нет крутых спусков и суперскоростных трасс. Для новичков это идеальный вариант. Я, например, первый раз на лыжах. За счет таких, пусть и немного корявых спусков, на новом курорте планируют инвестиционный подъем. Протяженность трассы с двух с половиной километров хотят увеличить до 30. В проекте есть и так называемые «черные спуски», максимально сложные уже для профессионалов. Горноклиматический курорт рассчитывают построить в два этапа. В первый войдут 7 канатных дорог, 14 горнолыжных трасс и новые гостиницы. Тогда Лаганаки смогут одновременно вместить 7 тысяч человек. Самое главное – будут построены автомобильные дороги и инженерная инфраструктура, которой инвесторы потом смогут воспользоваться. В планах есть даже реанимация узкоколейной железной дороги через Гуамское ущелье. На то, чтобы первый этап нового курорта стал реальностью, понадобится около 16 миллиардов рублей. Но в Минкурортов обещают – на концепцию бюджетного отдыха это не повлияет. Это средний класс и для начинающих, и для людей среднего уровня. Курорт – это как женщины. В каждой есть своя изюминка, и нельзя сказать, что одна красивее другой. Каждый по-своему хорош курорт. Этот курорт очень востребован будет. Знакомить с изюминками Лаганаки, потенциальных французских проектировщиков, глава Минкурортов повез на снегоходах на высоту 2300 метров, где снег лежит до 6 месяцев в году. Спустившись с гор, французы уже в кабинетах чиновников еще раз удивились природной красоте плато. И добавили, что в отличие от Франции, где развиваться уже некуда, здесь огромный потенциал. Да и вкладывать деньги в Россию выгоднее. Мы развиваем этот комплекс, коллеги подготавливают концепцию технико-экономического обоснования, финансово-экономическое обоснование, занимаются поиском инвесторов на французской стороне. И приезжают к нам в июне с презентацией этого проекта для губернатора, для властей и для того, чтобы подписать, может быть, какие-то первые договоренности. На создание полноценного круглогодичного курорта мирового уровня, по оценкам экспертов, уйти может не меньше 30 лет. Но туристы даже сейчас, хотя бы и в мыслях, готовы бронировать места. Мы будем каждый год приезжать, да, Денис? Да, пожалуйста. Обязательно будем. Да, это у нас традиция начинается. Одним словом, отдыхайте на курортах Краснодарского края. Александр Иванченко, Элина Касабова, Алексей Комаров, Влад Захаров, Кубань-24.